День добрый, дорогие друзья! Не урод, ибо вот так и называется, и не заказал упокойную службу по Ивану Ивановичу. Знаете, очень тяжело об этом говорить, очень. Жаль Ивана Ивановича, конечно, жаль. Но каждый из нас из этой жизни уходит в то время, которое ему отпущено. И ни в какое, ни в другое. Значит, по судьбе так надо было. Какой человек, Иван Иванович, я не знаю. Я лично его не знаю. Судить о человеке по тем сообщениям, которые он оставлял на нашем форуме. Ну, в общем-то, я думаю, что не стоит. Потому что я, с точки зрения Владимира, моральный урод. А он, с его точки зрения, ангел, который все понимает, все знает и готов всем на этой земле помочь. Дай Бог. Дай Бог. Пусть он это сделает. Безусловно, доброй памяти, Иван Иванович. Безусловно. Ну, в силу того, что я абсолютно уверен в том, что жизнь человеческая в этом времени, в нашем, и на земле не заканчивается, недаром, по вере нашей мы знаем, что человек, уходя из этого мира, обретает жизнь вечную. Вот имеет смысл подумать об этой самой вечной жизни. Причем, понимаете, это ведь идея не православная и даже не идея христианская, как таковая. Эта идея существует во многих верах и религиях и наставлениях мира. Эта идея существует и в Индии, и в мусульманстве, и в буддизме, и в, извините, ради Бога, христианстве, и везде. Все дело в том, чтобы не изменять тем принципам, которые лежат в основе жизни вообще. Вот о чем надо думать. Поэтому я от всей души, от всего сердца пожелал движения, дальнейшего движения восхождения Ивана Ивановича. Я думаю, препятствий на пути у него не будет. И памяти, памяти о нем у близких, у родных, у друзей. Но при этом надо все-таки помнить, что жизнь Ивана Ивановича, доброго человека, это только часть нашего российского эгрегора, что ли, вот такое вот слово я употреблю, где каждый человек, каждая жизнь и каждая судьба невероятно важны, ибо они составляют целостность нашего духа. И мне очень жаль, что частичка этого духа ушла от нас в дальний путь. Пожалуйста, запомните, вспомните, когда вы приходите в церковь и подаете поминальный список на оглашение за здравие ли, за упокой ли, он заканчивается словами. Дать прощение, место спокойное людям при поминовении, тем, которых я перечислил в этом маленьком списке. Но обязательно завершу этот список словами. И всех, поминаю, и всех ушедших православных христиан. Вот об этом, пожалуйста, не забывайте. А уж, как служится моя судьба, это моя собственная забота, Владимир. Понимаете? Я занимаюсь этим достаточно давно, я человек публичный, я для всех это говорю. И если бы у меня не было разрешения, или, как назвать, я нарушал какие-то законы, или что-то такое противозаконное еще совершал, то я думаю, я давно уже этим не занимался бы. Давно. Потому что, ну, как бы, для того, чтобы заниматься тем, чем занимаюсь я, с пропагандой здорового образа жизни, вы меня извините, для этого не нужно ничего, извините, никаких разрешений получать. Я никого не лечу. Я на этой программе денег не зарабатываю. Прошу прощения, я веду скайп-группы, я, так сказать, разговариваю с вами, и с вас, извините, денег у вас не прошу. Даже при том, что нам очень тяжело, потому что вот этот канал, который идет, интернет-канал, он стоит денег. О том, что мы выходим, скажем, на СГУ, это тоже стоит денег. Все стоит денег. Абсолютно все. Я ни у кого ничего не прошу. Потому что ваше здоровье никого не волнует, кроме вас. Кроме вас. И даже такой замечательный продукт, который он вспомнил, Владимир однажды посоветовал небольшой кусочек прополиса, так, горошинку приклеивать к зубам и так вот ходить с утками, извините, он стоит тоже. И не дай бог, если этот кусочек прополиса доведет человека до анафилактического шока. А ведь прополис очень аллергичен. Об этом ведь забывать не надо. Друзья мои, я сегодня начну программу, адресуясь к людям, которые понимают, что можно ждать, безусловно, генетических открытий, фантастических развития генетической терапии, по поводу которой, я думаю, еще будет десятки лет, ведь и сбор, вернее, спор в фундаментальной науке по одной простой причине. Понимаете, сколько лет тянется этот спор по поводу ГМО? Понимаете? А ведь вмешательство в генетический аппарат человека, это вмешательство в ДНК, в наследственные процессы, в наследственные механизмы, хотим мы или не хотим. Это даже хорошее. Понимаете? Потому что вот те две ссылки, которые дал Сергеев на нашем форуме, очень советую посмотреть всем, потому что Сергеев очень увлекла эта потрясающая тема генетической терапии, которая по, когда слушаешь одного человека, представляющего развитие генетической терапии на современном уровне, и второго биолога, который, конечно, по специальности более близок, чем медик, к тому, что называется генетической терапией, вы знаете, сразу создается ощущение, что что-то недосказанное. И вот в этом смысле, по-моему, так сказать, вот вторая лекция, которую я просто советую посмотреть всем, посмотрите, вот это раздел вопроса к Алексееву. Найдите, пожалуйста, у нас на форуме обсуждаются проблемы, связанные, опять же, с заявлениями Владимира по поводу Ивана Ивановича, но там же Сергей, уходя вот этой конкретной темы, дает вот эти вот ссылочки на два совершенно поразительных материала, поразительных материала, особенно второе, еще раз. Помните, там, где идет речь о делении клеток, об апоптозе, о продолжении жизни, великое противостояние, желающих жить как можно дальше, и дольше, точнее, простите, идти по жизни как можно дальше, и сторонниками того, и сторонниками вот этого направления, которые говорят вам зачем. потому что сам, по-моему, космический путь наш связан как раз с тем, что жизнь, путь жизни и течение жизни вечно. О чем просить? Ведь очень часто вот этот самый желание жить дальше, определяется страхом, как у Гамлета, помните? Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойный. Не вспомню, прошу прощения, цитату эту, но смысл заключается в том, что каждого человека заставляет содрогаться сама мысль о том, что он уйдет куда-то в неизвестное, и что будет там с ним, никто не знает, то ли ад, то ли рай. Во что это выльется? Когда бы неизвестность после смерти, боязнь страны, откуда ни один не возвращался, не склонял об воле мириться со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. так оно получается. Так, теперь наши болячки. я с сегодняшнего дня начну говорить о программе и по программе, по самому ее утилитарному направлению. и я, так сказать, вот с течением времени, после того, как были написаны эти маленькие инструкции по поводу программы восстановления и физиологического очищения организма, прошло довольно много времени, опыт накопился и у вас, и у меня, а у меня опыт копится и мой, собственно, и тот опыт, который вы выкладываете уже на форуме. Я, безусловно, смотреть, я форум смотрю вот те вопросы, которые, и обсуждения, которые адресуются чисто мне, конкретно мне, я, безусловно, смотрю все. Но и периодически возвращаюсь к тем направлениям, которые называются, там, скажем, применение программы, реакции на программу, методы оздоровления, методы терапии. Вот я все это смотрю, но не все целиком так, периодически я к каждому из этих моментов на нашем форуме безусловно смотрю, а там потрясающий опыт, опыт прохождения программы, это фантастическая вообще штука, фантастическая. Вот там можно всему научиться, просто всему научиться. И когда я смотрю, я увлекаюсь, я готов уже, говорит, сам схватиться за что-то и начать что-то делать с собой. Понимаете, поэтому те изыски, там, скажем, которые были на потребу по желанию зрительскому на СГУ, от меня потребовали разделить программу, там, на 12 дней, вот такой вот период, на 18 дней, там, 24 дня или прочее, и отнести это к какому-то разделу человеческих болезней, да, с точки зрения профилактики. Я считаю, что я не прав. Я считаю, что я не прав, потому что сама программа предполагает и остановки, и отдых, и возвращение, все есть. Начнем с самого начала. Как бы уже в том вариант, который какие-то вещи заставил меня осмыслить еще раз, да, и перейти к ним. И давайте мы будем строить вот эту программу вот по какому принципу. Зачем? Для чего? И что происходит в организме? Зачем? Понятно, потому что профилактическая оздоровительная программа. А вот что происходит в организме, и от чего надо избавляться? Вот тут, как правило, очень большое недопонимание, потому что мы делаем сразу акцент на травах, на адаптогенах, на режимах какие-то там, ванн, сорбентах и прочее, прочее. А вот зачем мы это делаем? И почему эти травы? И почему, скажем, вместо солянки холмовой я не рекомендую расторопшу? Или почему я, скажем, вместо такого адаптогена, как, скажем, тот же самый прополис, о котором я сегодня говорил, я говорю об адаптогене, который называется АСД, понимаете, или корень лопуха. Понимаете, какая штука-то? Вот почему это так? Я ведь, понимаете, вот сопровождение программы вы можете для себя с ученицами, зная зачем, но вы не анализируете для чего это. Вот, например, вот, скажем, про то, что нужно пить воду, написано огромное количество книг, статей, чего хотите, огромное количество. И я в свое время наговорил столько про необходимость воды. Но, скажем, один момент, о котором заставил меня думать Василий Васильевич Смирнов, доктор, и огромное ему спасибо, это о том, что вода поразительный способ восстановления и регуляции кислотно-щелочного равновесия в организме. Вот почему, когда человек приучается пить воду, это не значит, что надо ее пить понимаете, вот звонит мне человек и говорит, что я вот уже пью там 4-5 раз в день такую-то траву, вот это, я говорю, а почему так пьете-то, вот почему, нигде этого не говорил, никогда, ну как, ну вот почаще, побольше, понимаете, вот побольше не срабатывает, потому что сегодня начинают говорить, скажем, о том, что воды надо потреблять в день, вот чистой воды, я говорю полтора литра, кто-то говорит там из докторов 2-2,5-3 литра, а почему 3 литра-то, зачем, да вы почки посадите, вы вымоете сам, скажем, в Москве одно время, было совершенно потрясающее увлечение, это в пору моей молодости, тогда, когда мне было около, наверное, 40 лет, ну, то есть, вот 32-35 лет назад, понимаете, когда московская интеллигенция ходила с трехлитровыми банками и, так сказать, извините, с кипяченой воды, дистиллированной воды, и вот эти, вот эту банку трехлитровую надо было в течение дня выпить обязательно, и говорили, это вот потрясающее очищение организма, не очищение организма, конечно, это, так сказать, перевод нашей структуры органической, перевод в ту самую щелочную фазу, на щелочной уровне кислотного равновесия, понимаете, который, извините, ради бога, вовсе не знает, что он хорош, в общем, вся штука, или через какое-то время, буквально через 3-4 дня из человека, у человека начала идти белая, белая мутная моча, вы знаете, как добавили все равно мел в организм, кости начинали разрушаться, вот что, понимаете, от избытка вот этих воздействий на кислотно-щелочной равновесие, вот какая вещь-то потрясающая, поэтому полтора литра этого достаточно, ведь если взять объем жидкости, только крови, объем крови, я имею в виду, плазма, это вот 5-5-5,5, редко 6-5,5 литров, то нам вот от этого количества, треть нужна, вот где-то полтора литра, понимаете, полтора-два литра, в зависимости от массы моего тела, в зависимости от этого, полтора-два литра, это более чем достаточно, это достаточно, чтобы обеспечить работу моего организма, а самое главное, достаточно для того, чтобы поддерживать вот тот уровень кислотно-человечного равновесия в организме, особенно это важно при атеросклерозе, чрезвычайно важно, понимаете, вот чем вся штука, и помните, я рекомендации Бориса Васильевича помню, Болотова, по поводу вот этих самых квасов, очень хороший, так сказать, квас на бананной кожуре, понимаете, он имеет под собой совершенно определенный смысл, понимаете, хотя такой квас можно сделать и на петрушке, понимаете, и этот квас будет, ой-ой-ой, какой полезный для людей, страдающих почечными заболеваниями, но не потому, что этот квас меня закисляет, а этот квас помогает нормализовать кислотно-щелочное равновесие в организме, поэтому, когда первый шаг научиться пить воду, это абсолютно необходимая рекомендация для каждого человека, более того, независимо от того, чем он болен, ни одному врачу, ни одному, вернее, пациенту своему, онколог, не посоветуют заканчивать пить, наоборот, он его будет просить пить больше, с тем, чтобы вымывать, выносить из организма, во-первых, а, это очень важно, токсины раковые опухоли, раковые клетки, которые перегружают и приводят организм человека к самоотравлению, к тому самому заключению, которое звучит так, раковые кахексия, это первое, а второе, вода будет приводить к раскислению, защелачиванию организма, да, перевода внутренней среды организма общей, я в общем, в среднем, имею в виду в среднем положении, да, это дело, как раз в щелочную сторону, а это очень нехорошо для той самой опухоли раковые, очень нехорошо, им нужно, чтобы кислорода было поменьше, кислоты побольше, тогда и тепло, и тогда это хорошее условие для развития раков и опухоли, по себе знаю, по себе, понимаете, что это так, итак, первый шаг, это вода, первое, это инструмент для очищения, физиологического очищения организма, конечно, и второе, для помощи регулятивным механизмам с точки зрения восстановления кислотно-щелочного равновесия в организме, вот теперь давайте так, вот сегодня мне там в эфир позвонила тетя, довольно молодая женщина, которая 62 года всего-то, но когда она перечистила, что она накопила за свои 62 года, мне стало нехорошо, понимаете, вот это вот все, может быть, не в такой яркой дозе, как у самой этой женщины, может быть, в меньшей дозе, практически есть у каждого человека к 50-60 годам, и как с этим справляться, пить таблетки от, принимать травы от, травы в этом смысле предпочтительнее, потому что это все-таки щелочь, это раскисление, это достаточное количество минералов, которые помогают с точки зрения движения в организме, это все так, это так, но извините, зачем же больному-то человеку, кто-то на форуме написал, да мы все больные люди, неправда, вот те люди, которые участвуют в этом форуме, и не только, люди не больные, они здоровые, они здоровые, но только на своем уровне, здоровые, почему, да потому что мозг им не дает еще рассыпаться, понимаете, он еще держит их, ну, в кулачке, собирает в некую, в некую структуру, эту структуру держит, вот это очень, очень важно, вот теперь смотрите, я начинаю пить воду, я начинаю подчищать свой собственный организм, и я начинаю, более того, понимаете, ведь вода нам помогает и разжижить кровь, вот это очень важный момент, очень важный момент, вот смотри, можно было бы ведь сюда, вот в эту часть, скажем, подключить сразу Скибидарна Ивановна и Александра Славоновича и Залманова, понимаете, я сейчас выступаю не против Залманова и не против врачей, есть определенная технология, да, и есть определенная установка на принятые схемы лечения того или иного заболевания, и эти установки у каждого врача есть, и даже у того врача, который не согласен с современной терапией, но они у него все равно есть, все равно он начинает лечить сердце, началить гипертонию, лечить мозоли на пятках, лечить гастрит, в этом самом, причем давая огромное количество ферментов и все прочее, а к чему это приводит-то? К излечению нет, к появлению других заболеваний, поэтому второй шаг, вот тогда, когда мы с вами немножко помогли организму перейти в нормальное состояние по кащеяр, немножко, понимаете, когда мы помогли ему немножко разжижить кровь, это правда, понимаете, надо понять, каким образом, что делать дальше, вот эти вот первые два шага мы сделали, а дальше мы начинаем думать, раз мы начинаем думать о разжижении крови, это очень важно, раз мы начали уже думать о кислотно-человечном равновесии, это тоже очень важно, потому что это, ну, как бы, так сказать, необходимые участники процесса, который называется атеросклероз, потому что густая кровь и кислая среда, это вот как раз та ситуация, при которой очень здорово и хорошо начинает формироваться условия, при которых появляется вот эта вот ситуация развития атеросклеротического процесса, отложения бляшек и все прочее, вот и в чем дело-то, понимаете, значит, мы начинаем бороться с этим, но смотрите тут, что происходит, вот, скажем, такая типичная ситуация для очень большого количества людей, боли в желудке, да, эрозии по желудочно-кишечному тракту, зачастую даже атрофический гастрит, понимаете, так сказать, причем изжога, очень часто, изжога, что мне делать изжогой, вот, нет, сказать, это, понимаете, попейте соды, правда, при этом я обязательно спрошу, а как у вас работает привратник, работает он или не работает, понимаете, есть вот там проблемы какие-то, которые называются эзофагитные, или нет, понимаете, потому что, если привратник не работает, то соду пить бессмысленно, бессмысленно, мы же с вами знаем, что самый токсический, токсичный субстрат у нас в организме, это, простите, пожалуйста, не моча, да, и не наш пот, ну, какие-то выделения наши вовсе нет, субстрат, а самый тяжелый и самый зловредный субстрат мы получаем из желчного пузыря, комплекс желчных кислот, самый токсичный комплекс, который получает наш организм всегда в течение жизни, в течение всех-всех-всех-всех лет, за счет чего? Да, за счет перегрузок, за счет ненормального состояния желчных протоков, когда возникают окклюзии, да, когда возникает спастика, которая остается, а спастика возникает тогда, когда возникает некая угроза, даже угроза воспалительного процесса, и в этот момент накапливается в желчном пузыре вот этот вот желч и жирные кислоты, и шлаки, огромное количество, и, кстати, холестерин, который там же, и холестерин, зачастую, холестерин и билирубин становятся вот тем концентратором или сдерживающим началом, который начинает образовывать вокруг себя камни, вот те самые, камни, потом, которые мы годами пытаемся их растворить, годами пытаемся растворить, и не можем, а знаете, почему? Зачастую, а дело все в том, что, так сказать, очень много людей, имея вот это вот заболевание, скажем там, желчекаменную болезнь, да, имеют повышенный холестерин, зачастую, или холестерин, который вы снимаете с помощью с помощью каких-то медикаментов, которые вам прописал врач от холестерина, потому что увидел, что цифры зашкаливают, он назначил вам и статину вы пьете, но дело все в том, что холестерин человеческому организму необходим, значит, в ответ на эти препараты, на статины, он начнет вырабатывать больше своего холестерина, и он снова упадет туда, в желчный проток, и снова будет возникать ситуация с мини-окклюзиями по желчным протокам, по желчному пузырю, понимаете, и будут образовываться следжи, из которого потом будут образовываться камни, понимаете, все очень просто, именно поэтому я прошу ввести поначалу, даже еще до того, я об этом говорю, даже до того, как вы начали менять свое питание, потому что питание, это менять, зачем? Для чего надо менять питание? Для того, чтобы помочь чему? Что должно случиться с нами, если мы поменяем питание? Вот и чем дело-то? Именно поэтому вот в этот, вот здесь, в этот момент я и прошу начать принимать солянку холмовую трава, которая является гастроэнтерологическим адаптогеном, потому что нам нужны не лечебные травы, которые лечат это, лечат это или лечат это, это дело врачей, или Владимира, понимаете? это дело врачей, это не наше с вами дело, почему я все время говорю, люди, дорогие мои, вы узнаете, прежде чем узнаете про себя и определите, что вам наиболее важно, что вам, что сильнее всего угрожает вашей жизни, и пожалуйста, понаблюдайте за этим, не дайте этому процессу усилиться, посмотрите, имейте под рукой те лекарства, которые вам будут помогать справляться, пожалуйста, так вот, солянка холмовая в частности, да, даже по сравнению с теми препаратами, которые доктор может какой-то гепатопротектор добавить, мост-лицетин или какой-либо другой препарат, пожалуйста, понимаете? И почему солянка холмовая? Да потому что это адаптоген широкого профиля, который касается не только гепатобилиарной системы, оно касается и всего желудочно-кишечного тракта, всей нашей гастроэнтерологической особенности системы, он имеет, солянка холмовая имеет отношение, как ни странно, прочтите, характеристики все, пожалуйста, понимаете, и к сердечно-сосудистому блоку нашему. А почему? И почему это так? Обладает противовоспалительным? Обладает. Содержит достаточно природных антиоксидантов? Да. Тем самым помогая вот этот второй процесс, который мы подсоединяем к физиологическому очищению организма, потому что еще один самый главный шлаг или токсины, как хотите, продукт нашей собственной жизнедеятельности это свободные радикалы, те самые свободные радикалы, про которые мы всегда забываем. Я еще раз напомню вам, что ну, наверное, лет 20 назад была такая вот теория свободного свободно-радикального происхождения болезней. Теперь, вот теперь давайте-ка мы с вами подумаем о том, как вот атеросклеротический процесс развивается. Ведь все же хорошо. Так? Все же хорошо. А тогда почему образуются эти самые бляшки? Почему образуются эти маленькие вот рубцы на внутренней поверхности сосудов? Причем не имеет значения крупные это сосуды или мелкие сонные артерии это или позвоночные артерии не имеет значения. Капилляры это или сосуды сосудов воз воззором мельчайшая часть сосудистой системы нашей которая обеспечивает жизнь сосудика. На что я обратил внимание Александр Соломонов Залманов даже глава у него есть такая вазвазорум понимаете потому что жизнь сосудов тоже зависит от того как какой плотности какой тяжести кровь да есть ли резервные возможности у организма с тем чтобы ее разбавить а самое главное есть ли вот эти вот возможности у организма да почистить себя почистить вот эти самые сосудики не почистим их а то же если разбудится четко развиваться а как нам до этих самых мелких сосудов дойти а вот оно и получается мы нормализуем принимая солянку холмовую и принимая так сказать отвар корня лопуха который второй как бы адаптоген необходимый нам вот в этом процессе строительства нашей программы да по восстановлению и здоровью организма да милые мои а как же иначе мы без этого не обойдемся мы должны нормализовать работу печени с тем чтобы сброс из желчного пузыря был достаточный чтобы ничего от сегодняшнего дня в желчном пузыре не оставалось на следующий день чтобы желчь в желчном пузыре не накапливалась до такой степени что он начинает концентрироваться да выжимать из себя ту самую воду и извините формировать те самые желчные камни корень лопуха вот в этом очень здорово помогает особенно вспомнить если минеральный состав этого самого отвара плюс ферменты плюс белки необходимые для нашего с вами организма вот мы начали принимать желчный пузырь солянку холмовую и мы начали принимать отвар корня лопуха вот изменив даже вот эти три позиции о которых я сказал начав пить воду да и введя в свой рацион рацион потому что надо рассматривать здесь солянку холмовую просто как часть вашего питания необходимую для поддержания определенной системы структуры в нашем организме или корень лопуха да его извините в салате едят это часть нашей пищи не отравиться не убиться отваром корня лопуха нельзя и вот тут возникает третий вопрос еще следующий понимаете если мы это сделали если мы помогаем организму разжижать кровь если мы делаем нашу желчь более текучий потому что добавляем воды в биохимические процессы в цикл всех биохимических процессов которые протекают в организме они протекают только в присутствии воды понимаете и так сказать если мы в этом еще чуть-чуть помогаем добавляем небольшое количество биологически активных соединений включая антиоксиданты которые безусловно есть и в солянке холмовой и в отваре корня лопуха они есть и мы их добавили теперь нам нужно сделать так чтобы наши добавки в эту программу были действенными ведь смотрите пожалуйста три раза в день мы принимаем солянку холмовую три раза в день мы принимаем отвар корня лопуха это так это все биологически активные добавки они они могут войти и должны войти в структуру питания именно ту структуру которую мы должны с вами еще построить именно поэтому вот эти рекомендации на упаковках солянки холмовой которая говорит о том что скажем надо принимать за 30 минут до еды или там сразу после еды или во время еды понимаете но если это часть нашего питания значит это часть еды часть нашего питания понимаете поэтому тот салатик который мы с вами сделали а это крайне важно особенно современному человеку понимаете пусть он небольшой пусть он будет 3 столовых ложки всего надо 50 грамм да и мы вот в этот салатик добавили и чуть-чуть как соус чуть-чуть корни лопуха и чуть-чуть отвара солянки холмовой ну скажем по столовой ложке понимаете вот это вот очень важный момент во всяком случае во второе блюдо мы тоже можем давать как соус помните я рассказывал почему-то я тогда об этом говорил о том что медел замечательный совершенно концентрат мидий морских органик да можно его использовать как в виде соевого соуса вместо соевого соуса он в миру солен он вкусный но но по богатству вообще его очень трудно сравнить с чем-либо никакие ягоды годжи рядом не лежат понимаете вот ведь чем дело понимаете ну а почему бы нам в этот соус не добавить еще несколько ингредиентов они не спорят друг с другом понимаете они не спорят это ведь не это все препараты щелочного ряда и они прекрасно укладываются в эту схему и побеспокоятся вот получив эти адаптогены побеспокоятся о формировании нашего питания понимаете вот смотрите мы начали питание мы договорились с вами о том что ну что договариваться испокон века так было белки жиры и углеводы вот я сейчас уже уже начал разговор об углеводах и почему углеводов оно на порядок даже больше чем на порядок должно быть в питании больше современного человека чем оно есть понимаете получилось так что мы за каждую еду съедаем где-то ну там грамм сто сто пятьдесят зачастую мяса съедаем съедаем и не один раз в день и что мы делаем с вами мы немедленно кислотно-щелочное равновесие сдвигаем в кислую сторону более того мы немедленно утяжеляем кровь и она у нас становится гуще после вот такого приема да и в силу того что вода вот то количество воды которую мы выпиваем не справляется с этой нагрузкой а только где-то к концу дня начинается что-то изменяться у нас опять начинаются проблемы по желудочно-кишечному тракту но самое главное заключается в том что вот к сорока сорока пяти годам у нас довольно здорово меняется качество нашего скелета нашей основы наших костей наших связок нашей соединительной ткани это это слизистая рта слизистая гортани слизистая желудка слизистые желудочно-кишечного тракта 12-перстной кишки тощей кишки тонкого кишечника толстого кишечника и так далее понимаете это слизистые всех полостных внутренних органов по сути это начинают меняться вот те самые фасции да в худшую сторону они они начинают стареть они начинают стареть понимаете другого и растягиваются они потихонечку подтягиваются но какой-то там миллиметрик там полмиллиметрика или какие-то десятые доли миллиметра они все равно остаются вне подтяжки теряют эластичность понимаете я ведь недаром так вот это вот все говорю потому что прошу прощения но мы как бы это должны понимать и как вот в этой ситуации быть потому что говорят что вот мясо кости это вот то что сохраняет нам так сказать вот эту подвижность фасции подвижность наших суставов хрящей активность функциональность в конце концов да твердость костей наших упорства все как бы оно так есть понимаете да и поэтому тогда когда мы меняем когда мы с вами меняем наше питание мы должны вот этот момент обязательно учитывать вот 40-45 лет хотите вы или не хотите но наша соединительная ткань стареет это так но соединительная ткань это основа снов потому что вот к примеру весь класс аутоиммунных заболеваний включая красную волчанку ревматойный полиартрит разные заболевания которые имеют отношение к которые называются аутоиммунными они все вот эти заболевания напрямую связаны с функциональным состоянием соединительной ткани и вот этот момент мы должны с вами обязательно учитывать как сохранить нам вот эту эластичность нашей соединительной ткани устойчивость костей и эластичность связочного аппарата хрящей и так далее а можно это сделать с помощью опять же вот большое количество мяса ну скажем отказаться от красного мяса безусловно но остановиться на курином на индюшачьем на том самом кроликах например на рыбе замечательно совершенно можно для себя определить что вот больше я пока красное мясо не употребляю а вот это я могу но только вот ведь какая вещь потому что старение тут очень тут главный вопрос старение старение поэтому некоторая частичная потеря функциональной устойчивости нашей соединительной ткани а это связано вот в этом вот из одной из одной это по-моему Панчин читал лекцию по поводу удлинения возраста удлинения срока жизни человека на земле по ссылке Сергея будущего он начинал эту лекцию с того что очень хорошо красиво так расписывал процесс деления клеток что такое апоптос какое количество вот цикл деления клеток и была одна тема что в общем-то клетки могут быть перегружены токсинами собственными шлаками которые есть в каждой клетке мало того если если эта клетка которая перенасыщена вот этими самыми токсинами и шлаками делится она делится пополам пополам этих шлаков идет к новой клетке пополам остается в старой и еще накапливаются эти самые шлаки потому что деление идет дальше эти 50 циклов клетка должна прожить материнская и вот какая проблема у материнских клеток у стволовых клеток скажем так проблема которая до сих пор не решена и непонятно что происходит непонятно почему так реагирует организм я когда-то ну тогда когда вот наставники у меня были врачи классные врачи Анатолий Николаевич Чередеев Борис Борисович Першин Татьяна Сергеевна Алферова потрясающие врачи Игорь Вирьянов Доморадский так сказать ну читали книги они смотрели каждую программу а потом стучали меня по голове рассказывали о чем я должен говорить о чем не должен говорить я например не должен говорить о тонкостях биохимического биохимических процессов которые притекают в организм по одной простой причине потому что тонкостей биохимического биохимических процессов в организме у нас да сами биологи фундаменталисты еще пока до конца не знают Вот, я должен для того, чтобы для себя сочинить программу, которая бы работала целиком на мой организм, а не пересчитывала мои болячки. Понимаете, остеохондроз, остеопороз, атрофический гастрит, гипертония, стенокардия, энцефалопатия, ну и так далее, и так далее. Я просто перечислил вот диагнозы, которые поставлены одному человеку, и каждый диагноз этот лечится. Господи, я думаю про себя, понимаете? Вот ведь о чем мы должны думать, о том, чтобы в эту сферу вошли все вот эти, вот те самые ярлычки, которые поставили нам в больнице. Определить из этих ярлычков, какой самый тяжелый, и ориентироваться на него, ни в коем случае не допускать. Включать, так сказать, применение препаратов, если это необходимо, чтобы вышла вот такая вот, ну как бы тяжелейшая зависимость. Мы должны все это учитывать. И в силу того, смотрите, проблема мутагенности, я имею в виду генную терапию, проблемы утяжеления состояния самих клеток, которые делятся у нас, а в первую очередь это имеет отношение к тем самым клеткам соединительной ткани, значит, мы с вами должны научиться помогать организму. Мы не можем усилить процесс рождения новых клеток, и не можем задержать время, при котором эта клетка будет сохранять свою молодость, понимаете? и жить дольше, чем она живет сейчас, до цикла деления, понимаете? Мы не можем этого делать. Может быть, когда-то, через сто лет, научимся это делать. Пожалуйста. А сегодня мы должны думать о том, чтобы эта клетка не получала того мусора, при котором, начав делиться, она замусорит, и еще ткань целую. Вот что происходит с соединительной тканью. И именно поэтому мы меняем режим питания. Для чего? Первое. Разгрузить запущенный, тяжелый, с нарушенной функциональностью кишечный тракт, желудочный и кишечный тракт, плохо работающий привратник, который в одних ситуациях выдает в полость желудка щелочную субстанцию, которую выдала печень через желчный пузырь и поджелудочная железа, и вот это вот, в силу того, что привратник не закрыт, вот эта субстанция, этот субстрат, значит, вот этот комплекс ферментов впрыскивается в желудок, и возникает ситуация погашенной кислоты желудка, и возникающей изжоги от того, что кислоты нет. Можно ли в этой ситуации принимать соду? Подумайте об этом, сторонники соды, подумайте об этом. Понимаете, возникает другая ситуация, когда действительно тот самый привратник, а кислое содержимое желудка, потому что у нас желудок практически никогда не бывает свободен, понимаете, проникает в 12-перстную кишку, незакрытые привратник приводит к тому, что у вас начинается изъязвление слизистой 12-перстной кишки. Тяжелейшая история, язвенный процесс в 12-перстной кишке, тяжелейшая история, которая тяжело лечится. Так вот, нам нужно с вами, прежде чем идти дальше, нормализовать вот эту ситуацию. В первую очередь мы можем ее нормализовать двумя путями. Но отстроив или организовав правильно режим питания, и теперь я раньше говорил, там относительный голод, это вот 200 грамм за одну еду или 400 грамм в течение дня. Нет. В силу того, что есть еще одна ситуация, но немножко позднее. Понимаете, я теперь говорю, в силу того, что вы каждая еда, при каждой еде современный человек съедает не в калориях дело, а по количеству. Ну вот смотрите, чашка кофе, два яйца, пара кусочков хлеба, каша небольшой, этот самый, сливочное масло и так далее. Вот это вот завтрак. Это уже грамм 400. Ну хорошо, это позволительно в завтрак. Творожок какой-нибудь, два в завтрак. Но когда вы приходите к обеду, мне говорят, обед из трех блюд, первое, второе, третье. И я тут у некоторых, которые мне звонят, спрашиваю, как вы едите? Ну, как положено, три раза, первое, второе, третье. Ну, извините, пожалуйста, но это минимум за одну еду человек съедает, ну, грамм 700. Понимаете? Спрашиваю, а вот как бы нам это вот сделать? Ну как же, понимаете? Ну, у меня тогда энергии не будет, но энергии не будет. А для чего вам энергия? Человек дома, понимаете, на пенсии давно, он практически дома ничего не делает, дочь помогает, это, это. То есть, вот зачем тогда вот столько еды? Нам еда нужна для того, чтобы дело делать, себя строить, себя, свое тело строить. Да, заниматься обязательно физической нагрузкой должна быть. Да, дровишки поколоть, да, дом построить, огород покопать. Понимаете? А не поднажимать, кнопки на компьютерной клавиатуре. Для этого нужна ведь едата. Вот тогда, когда человек занимается физическим трудом, вот здесь, пожалуйста, он может не 200 грамм съедать, а больше. Он это определит. Но, пожалуйста, одно блюдо за одну еду максимум два. Вот я имею в виду, скажем, там каша и чашка кофе. Да, вот этого нашего любимого, черного кофе с лимоном и с медом. Понимаете? Два яйца, небольшой кусочек хлеба, чуть-чуть масла, и, пожалуйста, вот еще чашка кофе. Достаточно? Первое блюдо, пожалуйста, перенесите его на вечер, пусть оно будет у вас в 6 часов вечера. А через 4 часа, вот во время обеда, вы съедите второе. Да, где можно себе позволить, кусочек рыбы, кусочек мяса. Вот из того мяса, о котором я сказал, ну, пожалуйста, не более 100 грамм. Белка вам хватит. И, пожалуйста, вот в это блюдо должны обязательно войти, обязательно должны войти вот те самые углеводы, без которых мы жить не можем. Овощи, 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 еще раз овощи. Для того, чтобы ваша микрофлора не страдала. Чтобы она не страдала из-за того, что вы принимаете дикое количество препаратов, которые угнетают развитие вашей собственной микрофлоры. Лактобактерии, например, бифидумбактерии и так далее. Понимаете? Обязательно угнетают. Не говоря о том, что там огромное количество токсических остатков, которые приводят к тому, что эта микрофлора угнетается в такой степени, что вообще перестает себя ощущать. Понимаете? Вот сейчас вы, пожалуйста, через 4 часа съешьте, с удовольствием съешьте салатик. Отдельно салат. Просто салат. И не забывайте рекомендации Чичага по поводу квашеных овощей. Очень-очень серьезная вещь-то. Очень серьезные. Квашеные овощи. Не маринады с уксусом и с этим. Извините, ради Бога, успеете поесть маринады дальше. Здесь, пожалуйста, не трожьте только квашеные овощи. И, пожалуйста, никакой копчености и никаких таких жареных и пережаренных шашлыков и прочее. Пожалуйста, не нужно. Потерпите обжаренные, чуть-чуть пассерованные. Пожалуйста, можете. использовать овсянку, гречку обязательно и смесь бобовых, которая фантастически и сила дает организму смесь бобовых. Да? Ну, скажем так, треть стакана чечевицы, треть стакана фасоли и треть стакана гороха вместе смешайте, сварите такую мамалыгу, такую плотную кашу, прямо размочите и, пожалуйста, один раз доведите до кипения одну минутку оповарите и дайте постоять этой каше. а если вы туда по кавказскому обычаю введете еще какое-то количество топленого русского масла, русского топленого сливочного масла, то вообще от этой еды за уши не оторвешь. и помним при этом рецепт очень важный для нас с вами, который, кстати сказать, помогает опять же вместе с водой поддерживать кислотное щелочное равновесие в организме. За час до завтрака, за час до завтрака съедайте, пожалуйста, 2-3 столовых ложки творога по Бадвиг. Творог, кальций, фосфор, вот это, все есть там. Но самое главное, что кальций, будучи вот минералом первого ряда натрий, калий, кальций, магний, помогает организму, регулятивным нашим системам мозга, помогает поддерживать кислотное щелочное равновесие. Плюс к этому льняное масло, которое есть в этом рецепте. Оно обязательно должно быть. И оно должно быть по одной простой причине. Нам нужно восстанавливать и жировой обмен в организме. В принципе, вот это изменение режима питания, режима питания нашего, должно соответствовать необходимому, да что нести в себе, нести в себе достаточное количество белка, необходимого для производства энергии, необходимого для производства новых клеток, обязательно, потому что без них ничего не будет, необходимое количество растительных волокон, обязательно, углеводов, да, которые включают в себя и антиоксиданты, и пигменты, и различные органические кислоты в малых количествах, которые опять же помогают нашему организму очень здорово справляться разными вещами, углеводы, и есть среди них особые, это петрушка и укроп, петрушка и укроп, потому что при изменении режима питания и изменении нашего стола мы с вами, у нас происходят эти изменения происходят с изменением и результатом вот тех биохимических процессов, которые у нас протекают в 12-перстной кишке, в тощей, в тонком кишине и так далее, понимаете, за счет чего, так сказать, появляется такое очень активное газообразование за счет того, что организм закислен, понимаете, и вот это, и вот укропчик и петрушка очень даже хорошо нашему организму позволяют с этим справиться, особенно зеленый лук, петрушка и укроп, вот эти вот три травки, которые нам с вами очень нужны, из углеводов нам очень бы нужно было, извините, пожалуйста, но, скажем, гречка, да, овсяная крупа, ну и какая-то, скажем, крупа, которая вам больше всего нравится. Вот мы построили этот самый день питания, и вот дальше надо подумать о том, сколько времени, вот вопрос, который возникает сразу, сколько времени в этом режиме вам нужно побыть с тем, чтобы к этому режиму, от чего-то в этом режиме отказаться, а что-то добавить, ну, например, солевые ванны, или гипертермальные ванны, или скепидарные ванны, а может быть просто начать сорбцию собственного организма, то есть очищение на этом уровне, потому потому что вот в режиме, который мы с вами определили как режим питания, мы должны к этому режиму добавить, ну, скажем так, еще одну очень-очень-очень такую важную вещь, понимаете, очень важная вещь, сорбенты, но для этого надо определиться, когда подумайте об этом, я, ну, о том, как вот это время нам с вами рассчитать, давайте подумаем вместе дальше, ну, я продолжу в следующие выходные дни, в следующую субботу, ну, а сейчас здоровья вам и удачи! Спасибо за субботу!